За окном наконец-то настоящая снежная зима. Самое прекрасное время для прогулок на свежем воздухе. И если на санках вы уже прокатились, снеговика слепили и в снежки поиграли, тогда пришло самое время посетить культурно-массовые мероприятия, которые будут проходить в Приднестровье и за его пределами в ближайшие дни. Для начала я предлагаю вам посетить выставку картин, которая открылась на прошлой неделе в выставочном зале Мемориального дома-музея имени Зелинского. Художник Владимир Мыциков на этот раз представил на суд зрителю 30 живописных полотен. На них изображены пейзажи не только родного Приднестровья, но и других стран. Насладиться выставкой можно будет до 16 февраля. Так как я рано начал заниматься спортом и рано начал рисовать, и вот эту привычку, детскую привычку к рисованию сохранил на всю жизнь. И скоро будут как 60 лет я рисую. Я мог действительно ездить и по стране, и за рубеж. И мне приходилось все это видеть и работать с натурой. Я делал акварели, делал зарисовки и дорабатывал уже в мастерской. Поэтому мое творчество для меня очень интересно, и оно проходит как моя вся жизнь. В кинотеатре на этой неделе триллер. Вчера в прокат вышел фильм под названием «Пятая волна». Он повествует о том, что якобы на Землю обрушились 4 смертоносные и сокрушительные волны инопланетного происхождения. Теперь пятая волна уже близко. И главная героиня Кэсси, одна из немногих, кто уцелел, пытается во что бы то ни стало разыскать и спасти своего младшего брата. Ее новый знакомый и последняя надежда на выживание Эван Уокер с готовностью приходит на помощь. Но вот можно ли ему доверять? Узнаете, посмотрев фильм. Если не остановить пятую волну, человечество будет уничтожено. Переносимся из кинотеатра на сцену, где работают для вас преднестровские актеры. Театр драмы и комедии на этот раз порадует театралов классикой. Позвольте вас поздравить со всеми прошедшими праздниками. Ну а театр – это всегда праздник, праздник духа и разума. И этот праздник начинается у нас 23 января в 17.00. Премьера прошлого сезона спектаклем «Театр. Чайка. Жизнь». Там звучит замечательная композиторская музыка и живой вокал Олега Хереску. Яркая, очень современная хореография Ольги Якимченко. И спешу поделиться новостью, что этот спектакль уже представлен на фестиваль «Галла Премилор» как в номинации «Лучший спектакль года». Вот такая вот чудная, скромная информация. Надеюсь, что мы все с вами этому порадуемся и, возможно, победим. А вот в воскресенье, 24 января, приходите посмотреть «Вадевиль. Дочь русского актера». Его поставили народные артисты Республики Алла Дарьяну Равло и Евгений Толстов. Короткую комическую пьесу смотрите в 17.00. Для детей в субботу в 11 утра актеры покажут сказку «Жили-были». У спектакля есть ограничения по возрасту 3+. Его поставила заслуженная актриса Приднестровья Ольга Прохорова. А 24 января в 11.00 последняя детская премьера года. И не только детская, потому что это мюзикл для детей 6+, ну и, конечно, для взрослых. Тоже с композиторской музыкой, написанная нашим замечательным композитором Максимом Варсаном. Написана эта сказка Евгением Зубовым. Совершенно новая интересная интерпретация данного названия. «Красная шапочка. Нью-стайл». Сказка для всей семьи. Приходите. Театр «Кукол» приглашает в воскресенье в 12.00 на премьеру этого сезона. Кот в сапогах в постановке народного артиста Республики Виктора Клименко. В эту субботу в городском Дворце культуры пройдет масштабное мероприятие. Открытый конкурс красоты «Мисс Татьяна», посвященный Дню студента и Дню Татьяны. Принимать участие будут конкурсантки исключительно с этим именем. Участницам придется пройти 5 испытаний. Это визитная карточка, конкурс кулинарного мастерства под названием «Хозяюшка». Также конкурс будущей матери. И конкурс и красивая, и умная, и талантливая она. И, конечно же, дефиле вечерних платьях. По итогам конкурса будет выбрана «Мисс Татьяна-2016». И, конечно же, будут определены номинации «Мисс Оригинальность», «Мисс Грация», «Мисс Зрительских симпатий» и другие номинации. Для участниц будут подготовлены разнообразные призы от наших спонсоров. А вот в центре досуга молодежи «Юбилейный» в воскресенье также пройдет конкурс. Однако тематика его совершенно иная. Хотите насладиться современными танцами? Тогда поспешите 24 января на яркое мероприятие под названием «Танцующие звезды». Всех желающих ждут к 14.00. Кстати, специально приглашенный судья конкурса Юрий Рыбак. Участник шоу «Танцы на ТНТ» второго сезона. Также в жюри много гостей из Республики Молдова. Теперь немного информации о том, что пройдет в Кишиневском театре оперы и балета имени Марии Биешу. 24 воскресенье приглашаем посетить город Кишинев и посмотреть потрясающий балет, который называется «Лебединое озеро». Музыка Петра Ильича Чайковского звучит очень волнующе и зачаровывает всех. Забегая на пару месяцев вперед, дабы вы успели все хорошенько обдумать и приобрести билеты заранее, спешу напомнить, что в апреле пройдет концерт Григория Лепса. На этот раз он приезжает с совершенно новой программой, так что поторопитесь. Самый лучший день, заходил вчера, ночью ехать тень, пробовал на утра, но пришла пора, и не собрался в путь, но и на ногу. И напоследок я приберегла для вас яркое, снежное, зимнее мероприятие, которое проводится в нашей республике впервые. Итак, внимание, пройдет снежная битва. Туда стоит отправиться всей семьей, покидать снежки, слепить снеговика, прокатиться на санках. Что может быть веселее зимой? В воскресенье, 24 января, в 12 часов дня, здесь, в парке, возле этой сцены, мы делаем снежную битву. Это такой будет веселый зимний праздник, когда люди смогут поиграть в снежки. У нас будут забеги на санках, конкурсная такая игра. У нас будут забеги на таких тройных лыжах, кидание валенка. И еще мы попробуем сделать конкурс снеговиков. Я не знаю, насколько получится у людей их сделать, потому что снег не очень лепится, но, с другой стороны, мы попробовали, мы сделали. Если оригинально подойти, то, в принципе, можно. Опять же, мы хотим еще сделать конкурс оригинальных санок, но очень хочется, чтобы пришли люди с своими санками уже оригинально как-то сделанными. Если будут такие санки, мы их как-то поощрим тоже призами-подарками. На такой веселой ноте разрешите откланяться и пожелать вам хороших выходных и яркой рабочей недели. Увидимся в следующую пятницу, не пропустите. Зима в самом разгаре, потому впереди еще много чего интересного. Субтитры подогнал «Симон»!